Уважаемые участники муниципального этапа Олимпиады по экономике, мы продолжаем рассматривать тестовые задания для параллели 10-11 классов. В третьем блоке тестовых заданий нужно было ответить на 7 вопросов, в каждом из которых выбрать все правильные варианты ответа. Если были выбраны не все правильные варианты или наряду с правильными неправильные, такой ответ не засчитывался. При правильном ответе начислялось 3 балла. Для ответа на 17 вопрос нужно было выбрать варианты B и D. Это примеры монополистической конкуренции с дифференциацией продукта. Остальные варианты ответа являются либо олигополиями, либо рынком совершенной конкуренции. При ответе на 18 вопрос нужно было выбрать варианты A и G, так как именно эти ценные бумаги являются долевыми инвестициями. Остальные ценные бумаги, которые представлены в этом вопросе, являются долговыми инвестициями. Для ответа на 19 вопрос нужно было выбрать варианты A, G и D. Именно эти виды деятельности относятся к материальному производству, соответствуют критериям отнесения к материальному производству. При ответе на 20 вопрос нужно было выбрать варианты V и D. Именно эти методы относятся к косвенным методам экономического регулирования. Например, таможенная политика относится к методу бюджетно-налогового регулирования. Изменение ставки на добавленную стоимость также относится к бюджетно-налоговому регулированию. Остальные варианты, перечисленные в данном вопросе, относятся к прямым методам воздействия на экономику. При ответе на 21 вопрос нужно было выбрать варианты A, B и D. Варианты V и G относятся к внутренним источникам финансирования и являются в данном случае неверными. Для ответа на 22 вопрос нужно было выбрать варианты A, G и D. В данном случае монополист может полностью контролировать рынок. Выгода монополиста при уменьшении объема связана с тем, что возникает дефицит. Это позволяет еще более повысить цену продукции, что компенсирует снижение объема выпуска. Кроме этого, уменьшение объема выпуска приводит к снижению переменных затрат, но к росту постоянных. Следовательно, средние постоянные расходы растут. Для ответа на 23 вопрос нужно было выбрать варианты A, B и V. Дело в том, что поддержка производителя – это не ценовые факторы, что влияет на сдвиг кривой спроса на рынке труда вправо-вверх, так как возникает увеличение спроса на закройщиков, швей, мастеров, упаковщиков и установление более высокой равновесной заработной платы. Четвертый блок включал три вопроса. При верном ответе на каждый из них можно было получить 5 баллов. В первом, точнее в 24 по порядку вопросе, нужно было установить соответствие примеров и вида того или иного раздела экономической теории микро- или макроэкономики. Итак, пример А соответствует разделу 2 – макроэкономика. Пример В соответствует разделу 1 – микроэкономика. Пример В соответствует разделу 1 – микроэкономика. Пример Г соответствует разделу 2 – макроэкономика. Пример Д соответствует разделу 2 – макроэкономика. Макроэкономика изучает крупномасштабные экономические явления и процессы, относящиеся к экономике страны в целом. Микроэкономика изучает менее масштабные экономические процессы, относящиеся к уровню предприятия, фирмы, предпринимателя, домашнего хозяйства. В 25-м вопросе нужно было установить соответствие между неценовыми факторами спроса и предложения и примерами. Пример А является неценовым фактором спроса. Пример В соответствует также неценовому фактору спроса. Пример В соответствует неценовому фактору предложения. Пример Г соответствует неценовому фактору предложения. Пример Д соответствует неценовому фактору спроса. Примеры факторов спроса, неценовых факторов спроса – это цены на товары-субституты, на комплиментарные товары, число покупателей, ожидание изменения цены и мода. Неценовые факторы предложения, например, это цены на ресурсы, технологии производства, число продавцов на рынке и т.д. Некоторые факторы могут быть общими для спроса и для предложения. И в 26-м вопросе нужно было установить правильную последовательность событий. В данном случае начинать нужно с ответа Г – равновесные цены представляют сообщества высокими, государство устанавливает цены ниже равновесных. Далее идет вариант А – при заданном уровне цены возникает дефицит. Следом вариант В – на рынке возникает дефицит товаров. Далее ответ В – возникает и развивается черный рынок. И в завершении ответ Д – государство устанавливает льготы. Спасибо за внимание!